Йеменские повстанцы-хуситы снова бьют ракетами по Саудии и даже начали бить баллистическими ракетами по Абу-Даби, столице Арабских Эмиратов. Оттого в нефтяных странах залива состояние близкое к панике. В этой ситуации на аванс сцену выходит Турция. Аналитики уже давно говорили, что защитить арабские страны залива от атак хуситов некому, кроме турецких байрактаров. Теракты хуситов Саудовской Аравии и ОАЭ являются явным нарушением международного права, заявили в МИД Турции. Мы требуем немедленного прекращения таких нападений, которые представляют собой явное нарушение международного права, говорится в письменном заявлении министерства. Ракетные обстрелы поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии продолжаются. В Эмиратах заявили, что две баллистические ракеты, принадлежащие поддерживаемым Ираном хуситам, в Йемене были нейтрализованы, а их части упали близ Абу-Даби. Саудовская Аравия заявила, что одна ракета, принадлежащая хуситам, была уничтожена. Тем временем хуситы в Йемене объявили о захвате военного грузового корабля, принадлежащего арабской коалиции. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья-Сыри, сказав, Военный грузовой корабль Объединенных Арабских Эмиратов, связанный с коалицией, который без разрешения вошел в воды Йемена и перевозил военную технику, был захвачен. Особо занимательно выглядит это заявление на фоне того, как Турция, Эмираты и Саудовская Аравия работают над нормализацией отношений. Несколько дней назад состоялась встреча посла Саудовской Аравии в Йемене, Мухаммада Аль-Джабира, с руководителями движения «Емен-Ислах», которые очень близко к Турции. В турецкой прессе назвали это событие очень важным шагом в вопросе сближения Турции и Саудовской Аравии.